Жизнь Христос И сегодня я хотел бы поделиться словом, которое, верю в Господь, послал мне и вам в нужное время. И я хочу, чтобы сегодня каждый из вас что-то получил. Я молю и прошу Дух Святой, чтобы каждый из вас пережил откровение. Я хотел бы сегодня поговорить о вере. Тема сегодняшней проповеди называется «Драгоценная вера». Мы думаем, ну вера это вера, да, что об этом говорить? Уже много вроде проповедей сказано, много каких-то историй слышали, да, вера. Почему драгоценная? Интересно. Об обычной вере слышали, а драгоценная, не знаю, слышали ли вы еще или нет, но, оказывается, это может быть и так. Если вы не знали, или, может быть, не помните, в Луки 18.8 написано, «И Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле». Послушайте, когда Господь Иисус придет во второй раз, Он не будет смотреть на то, как много имения ты имеешь. Он не будет смотреть на то, какую высокую ты карьеру имеешь в этом мире. Он не будет смотреть на то, какую ты позицию даже занимал в церкви, какой у тебя был пост или там служение. Он не будет даже смотреть на то, как много даров ты имеешь. Все это очень важно. Я не умоляю ничего из вышесказанного. И все для чего-то необходимо. Но то первое и основное, на что Господь придет, будет обращать внимание, «Вера твоя, вера моя, имеем ли мы веру?» И какова она? Если вы не задумывались об этом, то вера, она имеет ценность. Вера, почему иногда мы знаем, в Писании говорится, драгоценная вера. Вера Божия. Она не дешевка. Это не то, что легко можно иметь. Если бы это так было, то сегодня много бы людей жили ни в проклятии, ни в порабощении, ни в каких-то проблемах. Они бы жили сегодня благословенной жизнью. Но почему так мало людей сегодня благословлены? Почему так мало людей сегодня живут в победе? Почему так много людей спотыкаются, падают, грешат, опять сдаются, опять не сдают экзамен? Почему это происходит? Все дело в вере. Какую веру ты имеешь сегодня? И какова цена твоей веры? Если мы откроем первое от Петра, первое послание Петра, первая глава, с 6 по 9 стих написано, апостол Петр говорит, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. По хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою ваше спасение душ». Апостол Петр ясно говорит, радуйтесь только об этом. Понятно, что есть много поводов, о чем радоваться, но здесь он наше внимание конкретно концентрирует на том, что радуйтесь. Радуйтесь не о том, что у вас Мерседес в последней модели, радуйтесь не о том, что у вас дом с евроремонтом, радуйтесь не о том, что вы получили должность директора или менеджера какого-то, теперь все, можно жить безбедно, теперь уже действительно настоящая благословенная жизнь. Он говорит, радуйтесь, и тут же говорит о каких-то скорбях. Он говорит, веселись, торжествуй, радуйся. И тут же говорит, ну ничего страшного, что у тебя проблема. Как это? Подождите, радоваться классно, когда все хорошо. Радоваться классно, когда нет проблем. Как можно радоваться, когда проблемы? Он говорит, радуйтесь, потому что есть некая ценность у той веры, которая проходит через испытания и проходит через скорбь. Если ты сегодня имеешь веру, которая радуется только тогда и верит, когда все хорошо, у нее вот такая цена. Вот если бы выложить нашу веру на базаре, на прилавке, то я думаю, она бы, ну самое-самое имело бы, наверное, нищую ценность. Господь Иисус хочет, чтобы ту веру, которую вы покажете Ему, когда Он придет, или то, что Он увидит в вас, это вера драгоценная, это вера, которая была закаленная, это вера, которая была переплавлена, это вера, которая прошла через многое, чтобы стать той прекрасной и драгоценной верой, какой Он увидит. Современный перевод говорит, чтобы пройдя испытания, ваша вера очистилась. Наша вера, оказывается, имеет несколько уровней и несколько каких-то стадий и состояний. И вот испытания, слава Богу за испытания, кто-то может мне сказать, Боже, спасибо тебе за испытания? Просто трудно. Я понимаю. Но вы можете смело это сказать, потому что это так и есть. Спасибо Богу за каждое испытание, которое приходит в нашу жизнь. Потому что та вера, которая верит, когда все хорошо, она даже дьявола не интересует. Такие люди не интересны даже бесам. Они просто никакие. Потому что, написано, даже бесы веруют и трепещут перед именем Господа Иисуса Христа. А как мы, если наша вера сразу сдается, сразу сдувается, при первом же нагрузке, при первом же каком-то атаке, при первой же ситуации, когда не так все пошло, как мы хотели, Бог говорит, твоя вера должна пройти испытание. Вера ценнее тленного золота, в современной природе, дальше читаем, очищенного огнем, и очистившись, заслужит почет, славу и похвалу во время пришествия Иисуса Христа. вера твоя будет ценнее всякого самого крутого золота, всякой платери, всего, что может в этом мире нас удивлять, воотушевлять, или там как-то вдохновлять. То, чего многие люди хотят иметь, хотят это приобретать, они полагают огромные суммы денег, ради того, чтобы это приобретать, земное, тленное, ветшающее, непостоянное. Господь говорит, а ты будешь иметь нечто большее в себе, если ты пройдешь некие испытания. И тут, читая это место из Писания, когда апостол Тодор говорит, что ваша вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытывалось золото. Вера, драгоценнее золото. Интересно, а что может быть драгоценнее золото? Ну, я уже сказал, да, платина, да. Эксперты сразу начнут сейчас перечислять. Что же может быть драгоценнее золото? Знаете, мы с моей женой немножко подсобирали денег за всю нашу жизнь, решили не скупиться и сегодня, как пример, предоставить, потратить весь наш бюджет семейный, все наши сбережения, хотим просто показать вам, как пример. Что может быть дороже золота? не, я шучу, мы не лезь потратили бюджет, у вас чуть-чуть осталось. Алмаз. Вы видели когда-нибудь алмаз? Вера, она может быть похожа на вот это. В мире ничего нет дороже, чем алмаз. В этом земле, в этом мире самая драгоценная вещь, которая есть только на планете земля, это алмаз. Вера, которая как алмаз, это то, что может быть ценно и дорого в глазах Божьих. Если наша вера как дешевая подделка, бижутерия, как какая-то китайская знаете, не знаю, бусинка или там брошка или еще что-то, это вера одного уровня. Этой верой ты много не проживешь как христианин в победе, я имею в виду. Но если ваша вера как алмаз, вы сможете все. И ваша вера преодолеет большие благословения и принесет большие благословения и совершит много работы для Господа. Если вы не знаете, то алмаз как камень. Сегодня мы немножко его изучим. Если вы об алмазе мало чего слышали, я думаю, вам сегодня будет много нового интересного. Если что-то слышали, надеюсь, я что-то расскажу, что еще не слышали. Но это хороший пример. Это Божий пример. Это пример, который говорит Слово Божие нам тоже. Алмаз с арабского переводится неподдающийся, а с древнегреческого несокрушимый. Это минерал, одна из форм углерода. В природе может существовать неограниченно долго. Дорогой брат и сестра, такая же у тебя вера несокрушимая, неподдающаяся. Ей все равно, какие кризисы приходят в этот мир. Этой вере все равно, какие испытания посылаются на жизнь этого человека. Вера такого человека, она никогда не сдастся. Вера этого человека, она будет победоносной, и она будет действовать неограниченно долго. люди приходят и уходят, нации приходят и уходят, цивилизации, Вавилонские империи, Римские империи, разные какие-то войны происходят, начинаются и заканчиваются. Алмазы как лежали, так и лежат. Кто-то их забирает, кто-то их находит, кто-то их крадет, кто-то опять потом продает, и меняются люди, меняются ситуации, меняются сезоны жизни, а они как были и остаются такими же прекрасными и такими же драгоценными. Если мы посмотрим книгу пророка Иезекииля, давайте откроем. Книга пророка Иезекииля, третья глава, с 4 по 9 стих. Речь идет о Господе Боге. Пророк Иезекииль получил от Бога слово. И Он сказал мне, Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им мои словами, ибо ни к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Ни к народу многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, да если бы я послал тебя к ним, то они послушались бы тебя. Послушайте, как это на нас похоже? Куда нас Бог послал? Такой язык трудный, как сегодня моя жена свидетельствовала. Вот иногда не укладывается немецкий язык в наши головы, в наши понимания, но Бог говорит, не переживай, я даже тебя не к таким посылаю, говорит он про Иезкина. А он говорит, а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело или твой лоб крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое, не бойся их, и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом. Бог говорит, что он сегодня хочет, чтобы ты был как алмаз. Если ты человек Божий, если ты тот, который имеет общение с Богом, если ты тот, который входит в его присутствие и слышит его, или просто может быть молиться с верою, даже не слыша и не видя его ни разу, но если ты имеешь такую веру, как этот алмаз, ты сможешь победить любую неверие и любую страх. Что тебе нужно в этой жизни? Это только вера. Вера несокрушима, вера победоносна, вера Божия, как алмаз. Она крепче любого противления, она крепче любого сомнения, крепче любого неверия, крепче любого страха. Послушайте, лоб Божий, он крепче и сильнее любого лба. Дьявол данным давно уже поражен. Он раз попробовал бодаться с Богом, у него очень плохо закончилось. Послушайте, неужели Бог, который послал Сына Своего, и Сын Господь Иисус Христос Духом Своим Святым поселился в нас? Неужели вы думаете, что Он не может сделать нас такими же крепкими, как Он Сам? Но это придет тебе по вере. Если ты поверишь, что Дух того, который воскресил Иисуса Христа из мертвых поселился в тебе, то и ты однажды так же как Христос пройдешь все, преодолеешь все и воскреснешь вместе со Христом в последний день. Путь, как этот алмаз. Пусть твоя вера будет, как этот алмаз. Знаете, очень интересный факт, процесс образования алмаза происходит очень долгое время. Иногда мы хотим, знаете, пришли в церковь, так, где тут покаяние, вышло покаяние, так, где тут годное крещение, приняло крещение, так, где тут еще какое-то там, что надо еще совершить, давайте сейчас все сделаю. Так, а дед, где тут вера, а ну дайте мне веру, дайте мне такую веру, что я сейчас пойду и буду молиться, исцеляться будут все. Дайте мне такую веру, что я пойду сейчас и просто покорю все народы для Христа. Знаете, поеду в Африку и всех покаюсь для Господа и Христа. Дайте мне вот такую веру, вот так. Алмазы так не рождаются. Алмазы, если вы не знали, они рождаются где-то, знаете, долгое время, это может много десятилетий, столетий происходить, даже может быть несколько тысяч лет, на глубине 150-200 километров под землей. Вдумайтесь, 150-200 километров под землей, где огромное давление и высокая температура позволяют преобразовать углерод в алмаз. Если вы не знаете вот этот углерод или, другими словами, графит или уголь простой, вот из такого становится вот такое. Разве это возможно? Разве и так бывает? Вы думали, что то, за что люди отдают миллионы, это кусок угля когда-то был? Это кусок какого-то пласта графитного угольного там углерод. Разве углерод стоит миллионы? Миллиарды? А как насчет твоей веры? какова она сегодня? Имеешь ли ты веру, которая была некогда такой, но стала вот такой? Бог хочет сегодня, чтобы твоя вера не осталась на этом уровне. Бог хочет, чтобы ты сегодня преобразился, чтобы твоя вера стала неимоверно прекрасной. если мы откроем 2-й фессалоникийцам 2-й фессалоникийцам 1-я глава я прочитаю быстро с 1-го по 12-й стих Павел и верой вашей во всех гонениях и скорбях переносимых вами. Послушайте, апостол Павел говорит к церкви той фессалоника говорит об особой их вере, которая возрастает. Послушайте, если твоя вера была некогда как вот этот кусочек угля, если она такая сейчас еще до сих пор, то апостол Павел бы, наверное, не смог сказать так, как он сказал к этой фессалоникийцам церкви. Он говорит, молодцы, дорогие братья и сестры, фессалоники, церковь, слава Богу за вас, ваша вера была некогда вот такой хрупкой, маркой, какой-то такой неприглядной, дешевой, она была слабой, но ваша вера возрастает, и они благодарят Бога за то, что они не остались прежними. А как проявляется то, что их вера выросла? А то, какие они преодолевают испытания, то, какие приходят трудности в их жизнь, то, какое приходит давление в их жизнь, оно меняет их веру, и оно показывает, что ты реально растешь, потому, что ты не сдался, ты не пустил слюни или сопли, или ты не просто начал хныкать и сказал, Боже, я не смогу, все, прекрати, хватит, я не выдержу это испытание, довольна с меня. Они проходили и проходили, они переходили на новый уровень, их гнали, они переходили дальше, их начали бить, они говорят, нам все равно, их начали убивать, они сказали, нам все равно, мы несем веру Божию, мы хотим, чтобы люди спасались, мы хотим, равно, чего это будет стоить. Послушай, вот таким человек с такой верой может стать только тогда, когда он примет решение. Мне все равно, чего мне будет стоить стать из этого этим. Лишь бы Бог был со мной, и он был мной доволен. И он готов на все. Послушайте, если христианин сегодня не готов пострадать за Христа, его вера все еще вот такая. Если христианин сегодня сразу подается, и сразу впадает в грех, сразу переходит к каким-то эмоциям, сразу опускает руки, в депрессию впадает, постоянно в уныние какое-то впадает. Послушай, твоя вера как кусочек уголька. Твоя вера еще далеко не алмаз. Но поверь, поверь Господу, и он поможет тебе пройти это испытание. И ты там глубоко, казалось бы, где тебя никто не видит, где тебя все оставили, где ты никому не нужен. Давление этой почвы, эти пласты земли давят на тебя. Огонь, очень сильно высокая температура там в недрах земли, очень высокая температура. И все это позволяет этому материалу преобразовываться. И апостол Павел говорит, что мы довольны, потому что мы слышим, мы слышим от свидетелей разных, что говорят, какие вы серьезные испытания проходите. И они славят Бога за то, что вы таковы, что вы тверды, что вы не сдаетесь. Послушай, что говорят о тебе твои знакомые? Что говорят о тебе твои родные? Что говорят о тебе твои сотрудники на работе? Что говорят о тебе братья и сестры в церкви? Могут ли они здесь сказать, это действительно муж или жена веры? Это действительно не просто христианин, не просто залетный воскресенье, а что он действительно живет по вере, что он действительно переживает Бога очень сильно, и Бог действует в его жизни, но он очень много пострадал за Бога, или где-то лишился, но остался верен. Могут ли нас такое сказать? Могут ли такие, как апостол Павел, о нас, зная, как о христианах в церкви Швайнфурте, в Библии Шагиманде Швайнфурт, могут ли они сказать, там на небесах, Иисус, Иисус, эта сестра, или этот брат, или эта церковь здесь, в Библии Шагиманде, эта церковь, которая находится в городе Швайнфурт, они молодцы! Ты видишь, как они трудятся для тебя, ты видишь, через что они проходят, ты видишь, как они не сдаются, ты видишь, что их ни война, ни голод, ни какие-то потрясения, они ничего не могут с ними сделать, ни инфляция, ни какие-то безработицы, ни какие-то бездомности, или еще что-либо, может, у тебя вообще сегодня много чего нет, то, что имеют многие люди этого мира, но если у тебя есть эта вера победоносная, о ней заговорит даже небеса. Если у тебя есть Бог, который через твою веру действует на этой земле, все небеса будут тебя знать, и когда ты придешь, они не скажут, о, вот, а кто это такой новенький, я вам давай знакомиться, они скажут, что? Брат Назар, приветствуем тебя, мы много о тебе знаем и слышали, я хочу, чтобы ты был со мной, для меня честен, для меня уже с тобой, Царствие Божие. Для Бога это великое привилегие, когда мы не следимся Его благоествования, и когда с верой проходим любое испытание. Дальше мы читаем, доказательство того, что будет праведный суть Божий, чтобы вам удостоится Царствие Божие, для Которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью. Да, когда нас бьют, когда нас гонят, когда нам делают больно, плохо, незаслуженно, несправедливо. Божья справедливость такова, что надо бы им воздать. Надо бы, они нам шалбаны, мы им два шалбана. Они нам что-то делают, и мы им в отместку. Так у Бога, как бы это да, справедливость Божия, она есть. Но, апостол Павел говорит дальше, это один уровень веры, глаз за глаз, око за око, зуб за зуб, но он хочет, чтобы мы перешли на следующий уровень веры. «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнется наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он придет, прославится во святых своих и явится дивным в день Оны во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Вы понимаете, о чем речь? Дело не только в нас. Дело не просто в том, чтобы наша вера выглядела классно. Чтобы, знаете, мы когда приезжаем где-то на конференцию, нам говорят, «О-о-о, вы знаете, кто приехал?» И так, видишь, это брат Дмитрий. У него вера очень мощная. Люди веры и люди большого уровня духовного. Это люди, которые всю славу дают Христу. Иисус, Он достоин всей славы. И апостол Павел здесь конкретно говорит, тем, что вы терпите, тем, что вы проходите испытания, не сдаваясь, вы не себе только лучше делаете, вы не себе какую-то похвалу приобретаете. То, что вы такие крепкие и сильные. Молодцы! Молодцы, целька Шваньфорти! Просто гибибура! Вы молодцы! Иисус прославляется через это. Если весь город, если весь город Шваньфорти узнает, что здесь реально живет Иисус, Он побежит весь к нему. Он прибежит весь сюда. И Он захочет познать этого живого Бога. Через вашу веру, через мою веру Иисус прославляется. И Он влечет людей к Себе. Он приходит, чтобы мы пережили благоволение и благодать вместе с Ним. Если мы посмотрим на саму историю дальнейшего качества алмаза, вы знаете, что в мире не бывает двух совершенно одинаковых алмазов. В мире не бывает двух совершенно одинаковых алмазов. Они, как отпечатки пальцев у людей, не бывают одинаковых. Каждый алмаз, который находят или находили за всю историю человечества, они уникально разные. Послушайте, это тоже очень хороший пример. Если ты думаешь сегодня, ну, я не могу иметь такую веру, как у апостола Петра, или я не смогу быть так силен, как апостол Павел, я не выдержу такого. Бог предопределил каждому из нас свою меру веры. У каждого человека своя уникальная вера. Если мы откроем римлянам, послание к римлянам, 12-я глава, с 3-го по 8-й стих, написано, «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальству начальству и сусердия, благотворитель ли благотвори с радуши. Братья и сестры, Бог не хочет или у него нет в плане того, чтобы все были как апостол Петр или все были как апостол Павел или все были как Мария, которая удостоилась сидеть у ног Иисуса и о ней Господь Иисус даже сказал, потому что она так действительно такую веру имела, что она даже бросила все эти угощения, все свалила на Марфу и просто занималась тем, что она познавала истины Божьей и Богу это понравилось. Послушайте, я знаю, что каждый из нас особенный, каждый Бог дал свой особенный характер. Кто-то так себя ведет, кто-то иначе, у кого-то такая привычка, у кого-то такой характер, у кого-то другой. Так же она и вера. У каждого человека есть разная вера веры. Поэтому не все мы апостолы Петры и не все апостолы Павлы и не все или Стивен Хилл или кто-то еще-либо. Мы не все какие-то светила, знаете, такие богословские. Но это не требуется. Все, что требуется от тебя, чтобы твоя вера перешла из этого состояния в это состояние. На твоем уровне. Все алмазы они разные. И каждый из них он прекрасен. Есть маленькие, манюсенькие алмазики, знаете, ну такой там на 200-300 тысяч долларов там, манюсенькие алмазики. Есть вот такие алмазы, которые там доходят до 300 миллионов долларов. Есть разные, но каждый ценен в глазах Божьих. Даже когда мы читаем Ветхий Завет и священник, который совершал священодействие в Скинии, у него была дощечка на груди. Помните, да, мы же картинки даже видели, я с ним читаю. И там были разные камни. И вот среди них был и алмаз. Почитайте дома, вы убедитесь. Там он был. И вот разные драгоценные камни. Никто не говорит о том, что все, теперь все сошлось доктрина на алмазе. Нет. Просто это как пример, как камень уникальный. И вот он не важно, какой он размер. или он маленький, как песчинка, или он большой, размером с кулак. Это одно и то же состояние вещества алмаз. Драгоценный и по-своему уникальный. И для каждого предназначены миссии, действия, для какой-то особой задачи. Поэтому вот такой алмаз в колечко не вставишь. Понимаете, да? Если ты предназначен быть кольцом на руке Господа, зачем тебе быть вот таким? А чего ты лопаешься? Чего ты плачешь по ночам? Почему ты стинаешь и переживаешь, что я не такой, как тот? Я не такой, как этот? Я не могу вот так проповедовать. Я не могу вот так петь. Я не могу вот так вот молиться. Послушай, ты уникальный. И твоя вера уникальна. Бог любит именно тебя таким, какой ты есть. Но Он хочет, чтобы ты просто не сдавался, чтобы ты преодолевал все эти трудности, чтобы когда на тебя будут пласты земли давить, будет температура повышаться, будут давления, проблемы наваливать, чтобы ты перешел все равно из этого состояния, и под этим прессом, под этим преобразованием твоя поменялась сущность, сущность веры твоей, чтобы она изменилась, чтобы ты стал, может быть, и маленьким, но прекрасно подходящим кольцом на руке Господа, который будет использовать тебя, употреблять. Может быть, он тебя, как вот такой резец, если вы не знаете, а у нас он очень плотный, очень твердый материал. Это одно из его качеств, которые показывают, почему в нем такая ценность. Мы иногда думаем, почему они такие дорогие? Вы никогда и задумывались? Вот иногда просто такие шальные мысли приходят, думаешь, Господи, кусок каменюки или стекляшки, я не знаю, как она, полукамень, полустекло. За что такие деньги? За что такая цена? Почему? Ну, я понимаю, BMW последней модели, вот красиво, практично, сел, газу дал, оно тебя пронесло, знаете, красота. А этот, ну, он стоит, даже если ты пыль с него не будешь с ним вытирать, он будет в пылюке. В чем его сила? Я хотел бы с вами поделиться. Мера веры это размер, это масштаб, это какая-то величина. Не дай дьяволу одурачить тебя и обмануть тебя и сказать, что если у тебя нет вот такой веры, то суши весла, оставь эту идею. Зачем тебе быть человека верой, если у тебя она не такая, если она у тебя вот такая вот там и за, видно, там нет в колечке, там вот такой камешек. А Бог говорит, именно таким я тебя запланировал, именно таким я тебя предопределил, именно такой ты мне нужен. Вот нет такого, как ты, как отпечатка пальца, нет больше подобного. Только вот мои уникальные пальчики, они мои, родные. Мне чужих не нужно. Мне толстые колбаски пальчики не подойдут. Мне вот такие худенькие надо. Вот так, как я привык работать, они мне подходят. А кому-то наоборот. Знаете, чтобы рука такая была, как дал, чтобы стол креслый. И там пальчики музыкальные, знаете, фортепианные, они не подходят. Мой ему гайки надо крутить, ему надо там на шахте что-то делать, ему надо на заводе закладывать какие-то материалы, стружки там, знаете, убирать. Если он будет такими нижними пальчиками это делать, он покалечит их. Поэтому Бог каждому определил свое служение, свое призвание и свое предназначение. Ты уникален. Послушай, брат и сестра, ты уникальна. Дьявол говорит, что ты обычный. Дьявол говорит, что ты особо, ничего особенного к тебе нет. Что ты серый, неинтересный. А Бог говорит, ты уникальна. Вы знаете, если взять разного размера бриллианты и рассыпать их на столе, они просто, кто был в юбилеевном магазине, там, конечно, бриллиантов или там алмазов, тем более, мы можем мало увидеть. Там, может, иногда какие-то осколки в каких-то изделиях, осколки там от камней этих. Но как они сверху, как они от софитов. Женщины, когда проходят, знаете, вот плотские жевания нехорошо, да, но вот эти вздохи, ты понимаешь иногда, что хотелось бы, не могу просто пройти мимо, не отреагировав, да. Мы когда с супругой ходим, знаете, нам, ну, ювелирные изделия, ну, сейчас, слава Богу, Бог освобождает. Это не какая-то важная вещь. Но когда-то было время, когда очень сильно нам было интересно это. И особенно в том городе, где мы жили, те предприятия, где мы работали, статусы, это было что-то значимое. И то, что как ты выглядишь, что на тебе одето, то, какие у тебя там украшения, это было важно. Знаете, иногда просто сейчас, в последнее время, смешно. Но мне смешно, когда видишь иногда, тут в Германии это вообще дико, но иногда встречаются такие интересные, видно, приезжие, да, гости, когда приезжают и так ставят с толщиной цепок, знаете, такой, как на тузика, вот это, такой огромный, такой цепь золотая на дубе том. И там может вот такой каменюка еще висеть, или еще что-то. Но это смешно, реально, тут в Германии это реально смешно. У нас было время, когда это было престижно, да, Россия, Украина, постсоветские страны ходили, печатка, знаете, чтобы реально вот прям печать поставить можно, чтобы не надо было расписываться, просто и отметил. Знаете, это все интересно, но у Господа есть особый план для тебя. Ты не должен быть как кто-то, ты уникальный, как ты есть. И в чем же ценность, в чем же ценность, уникальность этих камней? Их четыре я нашел. Четыре особенности. То, что это ювелирное украшение, потом уже обработанный алмаз, как последующая какая-то бижутерия или ювелирное изделие, мы это рассматривать не будем. Это все знают, что да, они дорогие, потому что красивые. Но первое, это самый твердый в природе материал. Как мы уже говорили, да, с переводов с древнегреческого, с арабского, он очень несокрушимый, да, несламимый. Самый твердый материал. Если вы не знали, чтобы разрезать алмаз, чтобы его как-то отделять, так как мы знаем, его как-то грани на него наносят, вы не сможете ничем, только другим алмазом. алмаз можно порезать или как бы делить только другим алмазом. Вот настолько это сильное, крепкое и плотное вещество на земле, что даже Бог специально так определил. Лоб, который мы читали, который он дал Езекиилю, как алмаз, его только можно было бы победить другим алмазом. Та вера, которую Бог взращивает в тебе, проходя испытания и всякие стремления, не победить никто. Знаете почему? Потому что такой веры больше ни у кого нет, только у Господа. Дьявол не имеет такую веру. Бесы, они не имеют такую веру. Поэтому, если ты ходишь в Божьем присутствии, в Божьем помазании, в Божьей силе, если ты облегся в Духа Святого, ты с таким лбом победишь кого угодно. Любое испытание преодолеешь, любой кризис, любые трудности. Второе, почему они так ценны? Они не растворяются ни в одной жидкости на земле. Ни в одной жидкости это вещество не растворяется. Это уникальное вещество, это уникальное качество такого материала. Как насчет нашей веры? Не горит ли она в огне? Не тонет ли она? Ни где-то, никакой кислотой нельзя полить, растворить или еще что-то? Кстати, третье качество, почему они так цены, они не горят в огне тоже. Они очень огнем упорнены. Как насчет нашей веры? Такова ли наша вера? Можем ли мы пройти всякое огненное искушение, испытание? Многие боятся этого. Когда говоришь об огненном искушении, люди аж передергивают. Ты не знаешь, брат, о чем ты говоришь? Ох, если оно придет на тебя, тебе будет хана. Послушайте, а с другой стороны, а в чем тогда смысл христианства? В чем тогда смысл веры Божьей? Вера, которую он говорил, что крещение в Иисус сказал, которым я кричусь, вы будете креститься. Испытание, которое я проходил, вы будете тоже проходить. В этом есть смысл Евангелия, в этом есть смысл духовной битвы, в этом есть смысл христианской победы, победы Божьей веры. Победы, когда она преодолеет много чего-то, что не очень приятно и не очень хотелось бы, чтобы оно пришло в нашу жизнь. А оно будет приходить, хотим мы этого или нет. Единственное, когда тебя все оставят в покое, когда ты будешь грешником окаянным, и никому ты не будешь нигде, ты сам себя погубишь, ты уже никому не будешь интересным. Ни дьявол, никто, ни бес, и никто, ни тебя не будет больше уже интересовать. Они уже сделают с тобой все, что хочешь, и просто тебя оставят погибать. Но если ты будешь иметь такую веру, о, послушай, брат или сестра, ты будешь многим интересен, многие попробуют как, знаете, баран-баран-бутс сделать, лобик-лобик, ну и лубы потрескаются, потому что твоя вера, она имеет самый кремкий лоб на всей вселенной, потому что это Божья вера. И четвертое, как я сказал немножко в начале, да, в ювелирных магазинах это можно отчасти увидеть, но алмазы, они обладают уникальнейшим свойством, вот почему их так, когда нашли, они начали так сильно цениться. Во-первых, это не так часто встречается на земле, их на самом деле запасов и там залежей не так много, добыча их идет тоже очень непростая. Когда показывают добычу алмазов, это воронки, как какие-то дыры в земле, там не видно дна, там просто огромные-огромные такие транспортные узкие дороги вырезаны в земле и идут спиралью в самую-самую ощущение, что прям в преисподнюю туда же люди спустаются добывать алмазы. И вот его последний, одной из самых основных свойств, кстати, то, что он очень тверд, и то, что он может резаться другим алмазом, не зря делает его веществом или материалом, который вставляют в разные резцы, делают напыление, на каких-то станках или на каких-то инструментах, которые нужно разрезать любой материал и самая последняя ценность самая последняя ценность алмаза и его красота. Обладает особенным свойством рассеивать свет солнца. Когда мы будем смотреть на него, он особенно рассеивает. Вы поняли, это не алмаз настоящий, потому что если бы я сейчас держал алмаз, я бы, наверное, с рукой его уже нормально. И уже, наверное, где-то там уехал. Я вам скажу одно, что ограненный алмаз, вот как вот этот, это прогресс настоящего алмаза, который мы уже дали огранку. Он дает особенную яркость, яркую радугу, которая своими цветами так поражает нас. Знаете, когда вот вот эти посещения ювелирных магазинов, и когда люди смотрят на эти настоящие бриллианты, они воодушевляются, они удивляются не потому, что, знаете, это что-то такое дорогое, знаете, это компьютер с самым последним наворотом, процессором там каким-то компендиумом, Core 10 там, или какой бы там ни был, iPhone 14 и все остальное. Это не то. В этом есть огромная прелесть и красота того, что ты не всунешь в искусственное ничего. Искусственное человек так не создаст. Что-то пытаются делать, где-то копируют, но и не создаст. Настоящее, оригинальное, оно и ценное. Много китайских бижутерий, много разных там стран производят какие-то подделки. У кого нет финансов, ну, смиряемся, да, ходим, якобы там похоже, ну, поближе показать не буду, потому что сразу раскусят меня. Знаете, если так увидят, сразу поймут. Какой-то церквоний там, или, я не знаю, какой-то стекляшка. Но если настоящий алмаз, его видно издалека, только луч света попадает на него, только луч прожектора, или софита, или какого-то света попадает на него, он сразу начинает сиять разными цветами. Он начинает переливаться, он начинает искрыться. Нечто подобное тут плохо качество изображения, но оно там тоже было. Он просто как радуга. Вот здесь и видели радугу много в жизни, да? Вот смотришь на него, почему она так завораживает? Ну, вот цвета необыкновенные какие-то. И вот так вот в алмазе. Бог так создал, интересно, что вот в этом камне необыкновенная радуга. Поэтому, как драгоценный алмаз, делает нас прекрасными, знаете, наша вера иногда в глаза Божьих вот так вот переливается. Когда Иисус придет во второй раз, найдет ли он твою веру вот такую? Найдет ли он твою веру прекрасную? Когда ты в его глазах, в его лице будешь вот так сиять. Это сияние, поверь, оно достигает от земли к небесам. Твое сияние веры видят весь духовный мир, потому что это Божья слава. Бог не даст своей славы никому, но он иногда позволяет этой славе проявляться через людей. Бог хочет, чтобы ты сиял как алмаз. Поэтому, как драгоценный алмаз, делает нас богатым, да, почему богачи, они не доверяют бумажкам доллары, евро, там, какие-то еще вещи, да, они имеют это, но умные или такие дальновидные люди знают, что бумажка это бумажка, сегодня она что-то стоит, завтра ее просто выкинут в мусорку, потому что сколько мы в жизни переживали, да, и всяких инфляций, всяких кризисов, крахов, рублями, помню, заходишь кому-то домой после распала Союза, и обклеен туалет с рублями, Ленин и везде вокруг, просто сидишь в туалете и наслаждаешься, да, велик и могуч Советский Союз когда-то был, рухнул, потому что это все временно, а вот это постоянно, и люди вкладывают в это деньги, люди вкладывают в золото, люди вкладывают в бриллианты, в алмазы, потому что их цена, она никогда не меньше не становится, они никогда не обесцениваются, послушай, если ты сегодня делаешь ставку в своей христианской жизни, на карьеру служителя, если ты делаешь в своей жизни христианской ставку на дары, если ты делаешь в своей жизни христианской ставку на какой-то талант, на какое-то особое качество, на какую-то популярность или еще что-то. Послушай, это все когда-то обесценится. Все закончится. Закончатся дары, закончатся таланты, закончатся какие-то способности, закончится имидж твой. Ты постареешь, ты никому не будешь заинтересен. И так печально иногда наблюдать, когда известные мужи и жены Божьи, некоторые, к старости, к своим пожилым годам, многими были оставлены и оставались одиноки. И известные имена я не буду называть. Даже просили иногда, звонили сами кому-то из ныне популярных евангелистов и просили, приедь ко мне, а по мне давно уже никто не интересуется. Я уже давно нигде не проповедую, и меня уже многие оставили. Поэтому приедь, проведай, мне хоть будет так весело, не одиноко. И знаете, это печально иногда видеть, что по-человечески даже нас могут оставить многие или все. Но вера Божия, она всегда, постоянно. И та вера, которую ты имеешь, она будет цена в глазах Божьих. И Бог никогда тебя не оставит. Бог всегда пребудет с тобой. Поэтому богатые люди, скупая эти драгоценные материалы, они всегда понимают, что оно их делает богатыми, и их богатство сохранится. Наша вера, если будет как алмаз, она сохранится. Поэтому так как алмаз делает круто-богатым, так и драгоценная вера делает нас спасенными, благословенными людьми, жизнь вечную. Давайте откроем еще Евангелие, точнее, послание к евреям. Послание к евреям, 11 глава. Прочитаю быстро тоже, с 1 по 16 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так, что из невидимого произошло видимое. Верою Айвель принес Богу жертву лучшую, нежели Каина. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимых, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Абраам поминовался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Братья и сестры, я знаю, что среди нас сегодня есть те, кто не знали, по большому счету, куда они приедут, что их ждет, что дальше будет. Вера ваша вас особенным образом отметит. Я благословляю вас на то, чтобы вы были среди списка этого, чтобы я был однажды тоже среди этого списка, о лужах и женах Божьих в вере, которые будут высвечены на небесах. Верою сестра Лариса, сестра Мария, сестра Надежда, сестра Юлия, брат Назар, брат Валерий, неважно кто, брат Виктор. Верою они переселены были из страшных ситуаций, в хорошие какие-то новые места, но они совершили там великий труд для Господа и были благословлены. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, и имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, потому что ей уже было далеко за 90, мы знаем, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и при том омертвенного, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он ее и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя Богом. А Он не стыдится называться Богом Аллы, Богом Назара, Богом Юлии, Богом Виктора, Богом каждого из вас. Он не будет стыдиться, если вы будете жить верой, если ваша вера будет как алмаз. И Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Аминь. Слава Господу! Алмаз – это непростой углерод, как мы уже смотрим. Послушайте, это нечто особенное. Та вера, которую мы прочитали только что, это моя самая любимая глава в Библии. Если будете, желание у вас как-то меня поздравить, или приятно что-то сделать, пишите что-то из этой главы. Я всегда, я аж плачу иногда, знаете, когда я читаю об этих мужах и женах Божьих. Это все история, и даже много не включено, но история мужей и жен Божьих описана во всем Писании, в одной главе. Апостол Павел был очень мудрым, что так создал, вот так вот послание к самим евреям. Он написал, дорогие евреи, вас избрал Бог, вас избрал. Вы посмотрите, кто среди вас в народе жил. Посмотрите, какие великие мужи и жены Божьи среди вас находились. Возьмите с них пример. Имейте такую же веру. Перестаньте скулить, перестаньте плакать, перестаньте унывать, перестаньте сдаваться, перестаньте постоянно спотыкаться. Хватит уже где-то быть как кисель, стань как алмаз. Послушайте, уголь, его только хорошо сжечь в печке, и все, больше от него никакого толку. Ну, нарисовать еще что-то им можно, да, или графитом. Больше толку никакого. От алмаза много пользы. Поэтому, как от веры, которая, если она как уголь, послушайте, они никогда не напишут, мне они никогда не скажут. Даже на небесах, может быть, никогда не вспомнят, если ты останешься все в той же младенческой или базовой вере. Поэтому алмаз, это не простой углерод, который отличается от обычной сажи в трубе дымохода и от черного графита в карандаше. Только тем, что в нем иначе расположены мельчайшие частички того же элемента углерода. Послушайте, это от этого отличает только одно. Частички углерода, в нем изменилась. изменилась. Структура самих частичек углерода стала совершенно другой. А как насчет нас? Как насчет нас? Когда ты пришел ко Христу, какова была твоя вера? До того, как ты познал всемогущего Бога, какой уровень или цену веры ты имел? Я знаю, люди, которые познают Христа, их структура веры, она меняется. Их ДНК, оно меняется совершенно на новый, другой уровень, на другое качество и сферу. Если мы откроем первое Петра, это последнее место. Первое послание Петра. Вторая глава. С четвертого по десятый стих я прочитаю из современного перевода. Послушайте очень внимательно. Сегодня, может быть, вы получите один из таких ключей к тому, чтобы понимать, как же, чтобы моя вера была вот такой. придите, придите же к Иисусу, камню живому, отвергнутому людьми, но драгоценному Богу и избранному им. Вы также подобны камням живым, которые Бог использует для сооружения духовного храма, где вы станете священными служителями, чьим долгом будет приносить жертвы духовные, угодные Богу, через Иисуса Христа. В Писании сказано «Смотри же, я выбрал драгоценный камень краеугольный и положил его в Сионе. Верующий в него никогда не устыдится. Ценен он для вас, верующих, но для тех, кто не верит, он камень, отвергнутый строителями, который стал краеугольным». И еще этот камень, камень преткновения, камень, наткнувшийся на который люди падают. Люди спотыкаются, потому что не повинуются Слову Божьему и такова их судьба. Вы же род избранный, священнослужители царские, святой народ, принадлежащий Богу, который он назначил объявить о своих великих делах и который он вывел из тьмы на свет свой чудесный. Когда-то вы не были народом, теперь же вы Божий народ. Когда-то вам не оказывали милости, теперь же вам оказана милость Божия. Братья и сестры, что сделало нас новым народом? Что сделало нас такими прекрасными? Что сделало нас такими великолепными алмазами в Божьем Царстве? Это наивысший алмаз Иисус Христос. Господь Иисус Христос это самый большой, самый драгоценный, самый великолепный алмаз во вселенной. Это тот камень краеугольный, драгоценный. Если вы не знаете, что такое краеугольный, эту фразу вы много раз слышали, но если вы не знаете, это очень просто. Это первый камень, который закладывают при строительстве в основании здания. и от него начинается вся стройка. И потом от этого зависит, какой камень был заложен, хорошо будет стоять здание или нет. Правильно все будет построено или будут дефекты и будет брак. Если твоя вера и твоя христианская жизнь сегодня она имеет в основании Господа Иисуса Христа, который является этим краеугольным камнем, который в этом мире часто мы пренебрегали, мы как строители отвергали его. Мы не хотели строить свою жизнь, начиная с Господа Иисуса Христа. Мы не хотели жить со Христом. Мы не хотели, потому что он постоянно нам мешал. Этот камень был какой-то неудобный, вот он какой-то необычный. Мы спотыкались постоянно через него, мы притыкались, мы сомневались, мы спорили о нем, мы постоянно имели какие-то непонимания о нем. Мы не знаем, знаете, у человека такая антура человеческая свойственная, что если мы что-то не понимаем, мы это часто осуждаем, или мы это часто как-то критикуем, пренебрегаем. Но почему не задуматься? А почему он так в цене? В нем же что-то есть особенное. Особенно в нем то, если ты заложишь его восставание, твой дом будет благословен и стоять будет, дав пришествие Господа и во все века в Царстве Небесном. Будет ты, будет твоя семья, будет твой род и будет твои поколения в своей родне, в своей жизни камнем, основанием краеугольным Иисуса Христа. Поэтому, дорогие братья и сестры, если ты встретился однажды со Христом, ты не можешь остаться таким. Я это просто провозглашаю в твою жизнь. Преображение произойдет, когда ты будешь встречаться с Иисусом Христом. И если ты еще где-то в этом состоянии, но уже начало зарождаться в какие-то проблески первых алмазов, первых структур, пожалуйста, не останавливайся. Полюби тайную комнату, полюби Слово Божие, полюби Божье присутствие, полюби Духа Святого, Которым дал нам Господь. Он по сей день служит нам, по сей день Дух Святой на этой земле. Если ты никогда его еще не переживал так мощно, проси, Он обязательно не зайдется на тебя, Он обязательно с ним зайдет на тебя. И ты будешь иметь ту веру, которую больше никогда никто не сломает. Никакой дьявол, никакой бес, никакие обстоятельства, никакие потрясения, катаклизмы, они не разрушат тебя. Если ты трусишься и боишься о своей будущем, о своей перспективе, где я буду жить, что я буду делать, где я буду работать, как насчет моей карьеры, а как насчет моего будущего супруга и супруги, а как насчет моего какого-то призвания. послушай, вера приведет тебя туда, куда нужно. Ты не останешься, как прежде. Иисус, если Он будет твоим пастырем, Он приведет тебя в лучшее место, потому что Иисус пастырь добрый. И Его камень никогда не даст упасть твоему дому. Твоя жизнь будет благословена. И в заключении я хотел бы вам сказать короткую историю. Однажды, во времена войны между Англией и Францией, небольшая группа англичан была захвачена в плен. И среди них был один мальчик, барабанщик, который давал сигналы, когда наступать, когда атаковать, когда как-то перестраиваться. Были специальные сигналы, изучивали специальные ритмы, специальные такие барабанные мелодии, когда весь полк, все войско слышало, и начинало перестраиваться, и действовать, и атаковать, и как-то стратегически успешно предпринимать какие-то ходы. И вот, когда эту небольшую группу пленных привели к Наполеону, и соориен был этот мальчик, и он видел, что он барабанщик. Наполеон знал, что это ключевой человек. Это, знаете, пехоты много, а вот барабанщик был один. И он управлял по сигналу командира, или там главного командующего, он управлял всей этой армией. И он сказал, мальчик, сейчас же быстро начинай играть мелодию или ритм отступления. Начинай играть то, чтобы ваша армия ушла и возвратилась. Он сказал, это невозможно. Наполеон сказал, как это, почему? Он говорит, все очень просто, я просто не знаю этой мелодии. мы не учили то, чтобы однажды отступать. Мы учились только, чтобы наступать. Дорогой брат и сестра, если ты в своей жизни будешь иметь такую веру, что у тебя не будет запасных вариантов, ты никогда не будешь учиться отступать. У тебя не будет никогда по вере плана Б, плана С, плана В или какого-то еще. Если у тебя будет только один план, план Божий, план А и больше ничего. Господи, все мосты зажжены. Я оставил все, я оставил родных, я оставил свои земли, я оставил свои карьеры, я оставил все ради тебя, Иисус, я иду за тобой. Господь Иисус сказал, если такими вы будете, блаженными в Царстве Божьем, потому что вам будет воздаяние и всем в веке и в будущем. Поэтому, брат или сестра, я благословляю тебя на такую веру в Божию, чтобы она была как алмаз, и чтобы у тебя не было никогда плана В. Всегда следуй за Христом. Если вы верите в это, если вы сегодня еще, слушая это послание, увидели себя, Господь, да, где-то моя вера еще далеко не такова, я еще не там, может быть, где-то здесь, может быть, где-то посередине, может быть, где-то я созреваю, я предлагаю вам, давайте мы поднимемся и будем сегодня молиться о том, чтобы вера каждого из нас стала как алмаз, стала как драгоценный камень, и никогда больше она не потеряла своих свойств во имя Иисуса Христа, потому что основана будет только на нем, только на Христе. Германия. Жизнь, Христу. Продолжение следует...